ребятки начал читать ваши комментарии и буддистского терпения не хватит чтобы не не начать писать фразы в которых будет задето достоинства интеллектуальные способности многих комментирующих но я немножко выдохнул успокоился вспомнил многие паблики которые я смотрел кстати один еще сегодня смотрел с криосановской антенны от америкоса который точно также делает из крышек антенну вот но не суть смотрите потом я вспомнил некоторые диалоги я искал одну информацию по не помню по мэровской какой-то системе тоже помню с некоторыми я говноблогерами списывался вот у которых я не услышал как мне казалось там явно копипаста вот просто я не наткнулся на те статьи которые они все же копипастили вот я с некоторыми списывался и писал ну по-человечески нормально писал что братан я с тобой не собираюсь ничем мериться я просто еще информацию то что ты описываешь это твой проверенный опыт вот мне нужны определенные там данные вот и выяснилось не я тут и его тоже там прочитал в интернете вот рассказал всем блять вот хочу смотрите ребят хочу сказать я думаю этим страдать наверно новые новые те кто пришли ко мне на канал люди вот я не занимаюсь кухоней как копипаст а вот если я даже говорю о чем-то да о том что вот я хочу попробовать терять и теоретическое что у нас я хочу попробовать вот реактор у нас на подходе на очереди стоит тролизер то то я и говорю что вот я вот слышал мнение что вроде бы интересная херня но также слышал мнение что говно херня и надо разобраться вот как на самом деле вот и если я что-то уже говорю утвердительно что вот эта тема такая и она работает то можно просто использовать можно не тратить время на вот эти вопросы вот но я потом уже успокоился вспомнив да вот этих говно блогеров копипастеров и из-за них как бы такая проблема у нашего населения и у зрителя ютуба потому что кого мы натыкаемся на всякие разные грабли вот когда копипастер где-то прочитал статейку снял по ней лекцию видео рассказав о ней да но опыта технического не имеет подводных ко мне не знает не знаю вообще работает ли эта тема вот план это лирика хочу наверно коснуться исключить на будущее на далекое будущее повторяющиеся комментарии вот если они будут повторяться просто иметь возможность скинуть ссылку этого видео сказать вот там посмотри послушай вот и прояснить для вас чтобы успокоить ваше волнующиеся состояние и сознание первое смотрите сразу скажу коснусь темы электроснабжения да не первое я буду только про электроснабжение говорить но я скажу про определенные потребители пара мощности а вот и про нюансы компрессорных не компрессорных нюансы по компрессорам вот эти мать его обычных бытовых да и специализированных той конторы которая уже забыл дам фас до пухер на самом деле дам фас не дам фас какую этикетку наклеишь такой он и будет вот сразу же забегу наперед смотрите ребят про абсорбационный замерено проверено делал акцент еще раз я ничего не терроризирует я даже не читаю шильды я перепроверяют потому что шильды не исходят иногда кету керос смотрите старым такой как у меня холодильник тены на 12 на 220 вольт и потребляют с аккумулятора на 12 это напрямую с аккумулятора на 220 это он подключен к инвертору а инвертор что-то берет с аккумулятора вот это замерено было это замерено было вот клещами да допускаю погрешность ампер я это допускаю вот и не только на моем холодильнике и не только на компрессоре и сейчас объясню почему я не доверяю иногда шильдам и почему я говорю что не только на моем холодильнике и не только на моем компрессоре смотрите тен на 12 вольт потребляет 10 ампер опять таки плюс-минус учитываем ампер потому что мой амперметр штатный который там установлен может врать вот 10 ампер потребляет тен на 12 вольт работает оверхерово в каком плане оверхерово очень хреново работает химический процесс абсорбационного абсорбации и очень плохо дают холод он неплох на поддержание может быть но я не пользуюсь проверено почему проверено потому что я как и когда-то думал что блять может мне нахер этот инвертор нахер мете компрессорные вот вот буду на 12 вольт пользоваться и а так как в кемперах 12 вольтовая система сделана таким образом что он может можно его включить на 12 вольт только когда заведен мотор я нашел что отвечает за что какая релюха все переключил напрямую ну на самом деле в старых системах там проще там электроники никакой просто питание как только пошло от стартера пошел сигнал вот он включил реле реле замкнула контакт все очень просто вот я это реле замкнул и у меня даже сейчас можно 12 вольт включить вот и я пробовал я пытался там какое-то количество времени юзать и он 12 вольт 10 ампер очень с херовым охлаждением я пытался опять-таки дальше 220 вольт тэн на 220 вольт потребляет ровно 11 ампер с аккумулятора то есть каким образом напоминаю тэн на 220 вольт берет 220 вольт с инвертора инвертор берет 11 ампер с аккумулятора работает значительно лучше в каком плане он лучше работает лучше отдает холод то значит этот элемент почему-то лучше разогревает смесь но по сравнению с компрессорным холодильником очень херово потому что хоть у него и есть термостат на 220 вольт есть термостатик вот ручка которая может регулировать да вот но даже на первой на первом делении особенно летом он хреначит постоянно и термостат не включается я даже немножко перерегулировал вот и этих 11 ампер он живет постоянно далее идем компрессорные я не беру здоровые какие-то там больше моего роста там огромные двухкамерные какие здоровые холодильники я беру аля вот там сколько там 70 80 80 сантиметров компактный холодильник неважно там совмещенная камера либо она там дверочка отдельно да там стоят компрессора на них я вот сколько их смотрел либо 60 либо 70 ватт на них написано вот на моем который у меня там стоит интегрирован мой холодильник у меня написано 70 ватт и вот почему я говорил что я даже на шильду не обращаю внимание потому что приборы заявленным определенным параметром в зависимости от типа нагрузки и условия окружающей среды могут работать по-разному и с компрессором также выше давление смеси температура окружающей среды выше давление сформировалось выше работать ему тяжелее давление возрастает либо что-то там не знаю там засралась трубкой либо ну много много нюансов играют роль то есть нагрузка возрастает вот и а мой компрессор с заявленными 70 ватт он жрет порядка 100 ватт около 100 ватт не полностью но плюс-минус 100 ватт как я уже говорил в каких-то в древних видео что эквивалент компрессор компрессор инвертор потреб который дает допустим на устройство устройство потребляющая с инвертора 100 ватт инвертор жрет с аккумулятора 10 ампер вот поэтому компрессор мой конкретно который интегрируем мой холодильник при заявленных своих 70 ваттах он жрет не 70 ватт а 100 ватт в стандартном своем режиме и жрет у меня 10 ампер но это происходит циклично он включился поработал морозилочка замерзла вот он выключился вот стартовые токи вот опять-таки в блять бесит теоретики перестрахующийся алиэкспресс который кричит если у вас устройство спусковым бла-бла-бла там берите в 150 раз больше короче 100 ваттный компрессор при старте потребляет 600 ватт 600 блять все как бы и 600 это это максимум это вот я несколько стартов делал вот и вот как-то я делал старт было жарко достаточно мне был там он нормально так заправлен вот это максимум что было вот поэтому нужно рассчитывать вот на такое допустим у грега холодильник такой вот из которого подобные я использовал как донора да вот у грега у него написано 65 или тоже 70 вот у него он так и живет примерно то есть он действительно у него в момент работы где-то инвертор живет всем ампер вот что сказать еще а что хочет сказать еще хочется сказать еще про маркетинг и пиздоболов который кричит вот даже знаете что тут даже наверное скорее вот как в любой ситуации вообще любой среды неважно там политика финансы блять коронавируса тут опасно не информатора официальные которые говорят что вот есть такая вот ситуация да и она там как бы представляет опасность такую и может быть быть то или то да опасно пиздоболы вот который блять а тут пиздец полный и вот 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 эта прослойка гораздо опаснее для вас при покупке устройств что у нас говорит производитель допустим холодильников для кемперов они говорят что мы там учили там вибрации херации там это 5 10 безопасность компактность там ну и такую херню да вот и вот мы можем как бы вот вам гарантировать да но тем не менее мы все равно вам даем гарантию на пять лет то есть они как бы учитывают вариант что все-таки блять поломаться может да потому что если бы они бы они бы гарантировали что блять вот он вечный да они бы сказать вам гарантия на хуй не нужна как бы он блять он не ломается вам просто да или там она гарантия навсегда блять да ну вот там как зажигалка зипа вот нет как бы да они говорят что да мы его рассчитали под условия как-то типа экстремальные условия вибрации бляда вот когда вот народ пишет про вибрации такое ощущение что сука они собираются делать такой оффроуд хуярить на эверест блять не знаю на чем блять на не просто на внедорожнике на она футуристическом блять блять квадро пара у которого и на крыше колеса на случай если ты перевернулся на крышу ты едешь на крыше да вот блять вот на такой хуйни впечатление ребята что хочет сказать про а условия вибрации дамфас там к примеру на который выпускает компрессора для холодильников для кемперов да вот что хочет сказать вот даже не знаю говорить вам от или хочет сказать что вот есть один умник который про какую-то ось блять сказал слетит с оси там кто-то блять написал про заклинивший блять поршень этого блять но это бред единственное условие а единственное условие при которых невозможно его использовать не очень и отвлекаешь а единственное чем мотивирует что якобы якобы он надежнее от вибрации да что есть блять нихуя не правда да я слышал единственный более менее разумный довод это о том что внутренняя часть мотора в колбе стоит на четырех точках эти четыре точки являются четыре пружины опорные которые гасят вибрации стартовые а вот и есть предположение некоторых граждан потому что я нигде это не прочел может это где-то написано может я невнимательный да но опять таки почему предположение сейчас объясню потому что я его блять несколько штук разрезал разобрал и посмотрел вот вот есть такое предположение что якобы в бытовом холодильнике он никак не закреплен на пружинах и при легкой вибрации он блять может свалиться вот у меня просто вопрос блять как же его тогда вам домой доставляли блять на руках что ли несли не дыша вот как доставляли его в магазин как его доставляли на склады с завода блять ну вот у меня вот возникает вопрос блять на ковре самолете блять без вибраций вот так вот есть такая теория что якобы специализированные компрессора для кемперов а они якобы там как-то закреплены вот для кемпера я не разбирал компрессор вот я вам скажу одно я увидев пружины думаю хорошие блять пружины пригодятся в хозяйстве надо блять достать и для меня произвело достаточно геморрой повыдирать их оттуда может ли он слететь с пружин с этих я вам скажу так да может для этого вам нужно перевернуть компрессор и ебнуть головой пол и есть вероятность что вы его сорветесь пружин тогда ему пиздец вот если вы так не собираетесь делать то как бы нет проблем это раз это про механическую сторону про вот этот бред про медные трубки про блять вибрации повреждения блять вот я просто не меня только сарказм льется да там что я хочу спросить у вас чё блять трубки на антифриз блять из стали сделаны блять ну и короче много-много сарказма у меня поэтому его опустим как бы вот эти не мягко говоря неразумные доводы отодвигаем сторону какая еще претензия к компрессору бытового холодильника и кемперовского по электроснабжению тот на 12 вольт ну про 12 220 я вам прошлом видео рассказал да как вы получаете из холодильника 220 вольт за стоимость блять вот половины стоимости от дамфоса до холодильник на 12 вольт это я вам рассказал есть такая теория что якобы инвертор там что-то там инвертирует инверстирует инвестирует блять но не ваши инвестиции а куда-то на сторону да и выйти под 3 типа энергии вот так я вам скажу что компрессор 12 вольтовый дамфос вы чё блять думаете он у вас блять ампер один будет жрать нет почитайте мануалы на них 5 7 8 ампер них потребление вот те же самые 7 ампер которые потребляет 7 70 ватный компрессор обычного бытового холодильника вот то есть как бы никакой разницы у вас не будет про то что там блок управления в которой я даже не хочу вдаваться вот в эти детали я даже знать не хочу мне очень похуй что там там блоки там стоит частотник который преобразует к примеру до постоянный ток в переменку до чтобы работала синхронный мотор потому что там именно синхроники либо либо там стоит блять банальный инвертор с блоками контроля и защит есть один маленький момент есть компрессора так называемые инверторные инверторные сейчас объясню что это за херня инверторный компрессор он работает каким образом когда ваш холодильник недостаточно охлажден он работает в полную мощность и потребляет вам там 7 или 10 ампер на всю свою мощность работает когда холодильник набрал определенную температуру в отличие от обычных в которых термостат просто размыкает контакт инвертор начинает снижать обороты в синхрониках это очень легко делается он начинает снижать обороты и уже в зависимости от температуры он их поддерживает там дает выше дает ниже и действительно на этих сниженных оборотах он потребляет гораздо меньше энергии чем на максималке но для меня это очень тухлый довод блять он работает и он продолжает мать его потреблять эту сраную энергию то есть очень такая такое шило на мыло очень своеобразная тема я скажу так что я пока не увидел какого-то уникального холодильника который работал эффективно как абсорбационный либо как компрессорный но жрал бля там один два или три ампера да не более не более вот как бы не больше вот если бы я так и увидел бы я бы нашел бы откуда бы его выдрать и либо задался бы целью себе поставить все чем я задался целью и это сделал это я в абсорбационный интегрировал компрессорную систему обычную компрессорную систему по обычной системе как и сделал обычный холодильник за исключением не удаляя родные абсорбационные модули которые у меня также работают синхронно вот на этом мальчики и мальчики потому что мужчины как бы знают эту информацию лан шучу шучу блять сегодня быкуйте я пошутил но ребят короче чтобы вас не путали пиздоболы копипастники чтобы вы сами себя не путали и не ломали себе блять башку что вам покупать если вы прямо уверенно прямо и четко хотите компрессорный берите блять и как бы ну там вы не хотите как бы нет если вы тот человек который как бы готов заплатить полтысячи евро но ты рассказать потом соседу что у него стоит вот такой охуенный холодильник если эта задача тоже как бы стоит да то нет вопросов берите но если вам нужно просто как бы нормальный компрессорный холодильник за адекватные деньги вот то как это получить я вам сказал а вот нужен ли он вам вообще вот он это такой под вопросом вопрос потому что даже с моей охуенный solar система я не могу обеспечить круглогодично бесперебойную подачу энергоснабжения поэтому я сохраняю и газовые модули то есть у меня также есть газовая плита газовый бойлер газовый холодильник вот хотя у меня также есть аналоги которые я уже сам сделал то чтобы не там в плейлисте там ремонт и модернизация оборудования кемпера да но также у меня есть там интегрированная электронная часть в бойлер чтобы я мог только от электричества пользоваться также у меня там плиточка индукционная также у меня холодильник может работать на компрессорной системе но 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 периодически я пользуюсь и газом пока что пока вот так все пакет